Это программа Актуальное интервью. Здравствуйте. В нашей студии заместитель управляющего отделением по Орловской области главного управления Банка России по ЦФО Александр Николаевич Куликов. Здравствуйте, Александр Николаевич. Спасибо, что сегодня с нами. В конце минувшего года россиянам представили новые деньги. И 200 рублей, и 2 тысячи. В чем причина? Как показывает мировая практика, в странах с низким уровнем инфляции возникает потребность в банкнотах с меньшим номиналом, кратных 20. Это 20, 200, 2 тысячи. Банк России поставил перед собой в 2017 году цель достижения уровня инфляции 4%. И эта цель была достигнута. Новые деньги появились в октябре, но в обороте их не так уж много. С чем это связано? На самом деле, процесс вывода в оборот, выпуска в оборот новых денег – это достаточно длительный процесс. Он связан с тем, что необходимо разработать эскизы банкнот, подготовить оборудование для печатания денег. Это процедуры, которые требуют длительного времени и происходят в обстановке, скажем так, секретности, чтобы максимально обеспечить защиту новых денег от фальшивом манечества. Кроме того, после того, как новые деньги в октябре прошлого года были выпущены в обращении, перед кредитными организациями стала задача адаптировать существующую кассовую технику и банкоматы к работе с новыми купюрами. Эта работа проводится сейчас, она на стадии завершения, и по нашей информации кредитная организация заканчивает эту работу в марте месяце. По данным федеральных СМИ, новые купюры перепродают на интернет-площадках, причем суммы называются заоблачной. Ну, например, если мы хотим получить такую купюру, в обороте пока что их еще недостаточно. Стоит ли применять интернет-площадки или все-таки новых денег хватит на всех? Ну, на самом деле банкноты 200 и 2000 рублей – это общеупотребительные банкноты, которые дополняют существующий банкнотный ряд, и их тираж ничем не ограничен. Тираж этих банкнот будет зависеть от потребностей наличного денежного оборота в Российской Федерации. Покупать банкноты 200 и 2000 рублей по завышенной цене смысла никакого не имеет, потому что после массового выпуска обращения они будут обращаться по номиналу. Новые деньги имеют такую яркую окраску. Мы вот сегодня видим, что вы пришли не с пустыми руками. Можно продемонстрировать купюры. Какие основные их отличия? Ну, например, банкнота 2000 рублей и банкнота 200 рублей. А в чем отличительная черта новых денег? Прежде всего, о безопасности нам хотелось бы знать. Новые деньги отличаются яркой окраской. Это общемировая тенденция, что позволяет населению, особенно населению гражданам с проблемами со зрением, отличать банкноты одного номинала от другого номинала. С другой стороны, новые банкноты, они дополняют существующий банкнотный ряд, и размер банкнот 200 рублей соответствует размеру банкноты 50, 100, 500 рублей. Размер банкноты номиналом 2000 рублей соответствует размеру банкноты 1000 рублей и 5000 рублей. Какие защитные средства у новых купюр и насколько их сложно подделать? Нас больше всего это интересует. Не столкнемся ли мы в будущем с фальшивками? В банкнотах номиналом 200 рублей и 2000 рублей использованы как существующие в банкнотах признаки защиты, так и совершенно новые. Например, в банкноте 2000 рублей использован оптический переменный элемент на лицевой стороне. Это радужное кольцо с изображением моста. При изменении угла наклона банкноты кольцо радужное также перемещается. Элемент этот введен впервые. Он очень тяжело подделывается, что значительно повышает степень защиты банкноты от фальшивом манечества. Еще впервые на банкнотах введено новое изображение на голографической нити. Помимо номинала банкноты использован символ рубля, который также виден при определенном угле наклона. На купюре 200 рублей использована просто голографическая нить с переменным изображением. Хочу отметить, что впервые в оборот вводится банкнота, которая использована из более плотной бумаги. Это банкнота номинал 200 рублей с полимерной пропиткой. Данная пропитка позволит значительно увеличить срок службы этой банкноты. Наверняка Банк России проводит какие-то обучающие тренинги, семинары с работниками сферы торговли. В первую очередь Банк России осуществляет взаимодействие с кредитными организациями, через которые происходит ввод новых банкнотов обращения. Кредитные организации снабжены всем необходимым набором материалов, которые рассказывают о признаках платежеспособности банкнот. Через кредитные организации, те организации, которые обслуживаются в этих банках, имеют возможность получить все необходимые материалы. Кроме того, Банк России проводит занятия по изучению новых купюр, так и занятия, связанные с профилактикой фальшивомонечества с разными слоями населения, начиная от школ и заканчивая людьми пожилого возраста. В феврале текущего года проведено занятие с пенсионерами, отдыхающими в санатории Лесной, где на примере живых банкнот, отдыхающим, были продемонстрированы основные защитные признаки, показаны преимущества выпуска банкнот в обращении. Обращаю ваше внимание, что все занятия производятся на безвозмездной основе. То есть любая организация может обратиться к нам в отделение с просьбой провести указанные занятия. У орловчан может возникнуть такой вопрос. Если новые купюры, кассовые работники, работники магазинов не возьмут, что нужно делать, к кому обращаться? Я бы посоветовал обратиться в управление Роспотребнадзора по Росколбости, либо к нам в отделение. То есть это незаконно? Абсолютно незаконно. То есть новые деньги есть, и соответственно, все осведомлены, что их необходимо принимать. Они обязательно приемы во все виды платежей и в качестве оплаты за товары и услуги. Многие экономически продвинутые граждане интересуются, увеличится ли в будущем количество денег в обращении. Количество денег в обращении в суммовом выражении – это величина относительно постоянная. Выпуск в обращение новых банкнот приведет к снижению количества банкнот существующих номиналов. Допустим, выпуск в обращение банкноты 200 рублей приведет к некоторому снижению количества банкнот, находящихся в обращении, номиналом 100 рублей и 500 рублей. Выпуск банкноты номиналом 2000 рублей приведет к снижению количества банкнот, находящихся в обращении номиналом 1000 рублей и 5000 рублей. Но в сумме количество наличных денег останется примерно тем же самым. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Много всего интересного мы узнали. Спасибо вам. Банк России вводит в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей, в оформлении которой сохранена традиция изображения на деньгах знаковых отечественных памятников и архитектурных сооружений. На банкноте с одной стороны изображен вид на Херсонес-Таврический, а с другой стороны памятник затопленным кораблям в Севастополе. Банкнота обладает надежными защитными признаками. Визуальные защитные элементы. Многотоновый водяной знак в виде изображения памятника затопленным кораблям в Севастополе и номиналы банкноты. Защитная нить при покачивании банкноты в вертикальном направлении обладает эффектом встречного движения темных и светлых участков. Под определенным углом появляется повторяющееся цветное изображение символа рубля на радужном фоне. Нить также содержит повторяющееся изображение номинала, которое можно увидеть на просвет. При наклоне в левой части банкноты на поле со словом «Россия» проявляются разноцветные цифры номиналов. При повороте банкноты на 180 градусов меняется цветовая гамма цифр. При рассматривании банкноты под острым углом в нижней левой части проявляется темный знак рубля на светлом фоне. При повороте на 90 градусов знак рубля наоборот становится светлым на темном. Защитные микроизображения При оптическом увеличении на цветных участках видны микроизображения и микротексты. Справа от слов «Билет Банка России» расположен защитный элемент в виде рельефных цветных линий, переходящих в бесцветные. Тактильные защитные элементы Надписи «Билет Банка России» и номинал банкноты Для определения номинала людьми с ослабленным зрением предусмотрены две группы штрихов на правом и левом краях банкноты, а также крупные цифры номинала в правой верхней ее части. Банкнотный ряд Банкнотный ряд также пополняется новой банкнотой номиналом 2000 рублей. В ее оформлении продолжена традиция изображения на деньгах знаковых отечественных архитектурных сооружений. На банкноте с одной стороны изображен вантовый мост на остров Русский во Владивостоке, а с другой стороны – космодром Восточный в Амурской области. Банкнота обладает надежными защитными признаками. Визуальные защитные элементы Многотоновый водяной знак в виде изображения моста на остров Русский во Владивостоке и номинала банкноты. Защитные нить с фигурным окном содержат рельефное изображение символа рубля. При покачивании банкноты цифры номинала смещаются относительно друг друга. Под определенным углом появляется цветное изображение символа рубля на радужном фоне. Нить также содержит повторяющийся текст ЦБРФ, который можно увидеть на просвет. Цветопеременное стилизованное изображение моста в лучах Солнца. На Солнце при покачивании банкноты перемещается объемное цветное кольцо. В левой части банкноты при наклоне на поле со словом «Россия» проявляются разноцветные цифры номинала. При повороте банкноты на 180 градусов меняется цветовая гамма цифр. При рассматривании банкноты под острым углом в нижней левой части проявляется темный знак рубля на светлым фоне. При повороте на 90 градусов знак рубля наоборот становится светлым на темном. Защитные микроизображения При оптическом увеличении на цветных участках видны микроизображения и микротексты. Справа от слов «Билет Банка России» расположен защитный элемент в виде рельефных цветных линий, переходящих в бесцветные. Тактильные защитные элементы Надписи «Билет Банка России» и номинал банкноты Для определения номинала людьми с ослабленным зрением предусмотрено три группы штрихов на правом и левом краях банкноты, а также крупные цифры номинала в правой верхней ее части. Информационный элемент Обе банкноты имеют QR-код, содержащий ссылку на сайт «Банка России» с подробной информацией о банкноте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова